В эфире служба новостей Саров-24, студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уплывем! В Сарове началась подготовка к весеннему паводку. Саров присоединился к всероссийскому проекту. Классная встреча РДШ прошла в художественной галерее. За лучшее исполнение полифонического произведения юные пианисты детской школы искусств завоевали новую награду. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос повестки – подготовка к весеннему паводку. Рекордная высота снежного покрова и толщина льда на водоемах грозят затоплением некоторых территорий Сарова. О подготовке к прибытию большой воды доложили руководители городских предприятий. Небольшая минусовая температура пока сдерживает активное таяние снега. Но как только столбик термометра начнет уверенное движение вверх, сугробы превратятся в воду, которая будет стекать в водоемы. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили подготовку к весеннему половодию. Специалисты спецсантеха очистили от льда водосбросы городского ГТС и в ближайшие дни расчистят ГТС борового и протяжки. Пока уровень воды в водоемах не изменился. Глубина снега на 15 марта составляет от 58 до 63 сантиметров, что составляет 128 процентов от среднемноголетней нормы. Запас увеличился по сравнению с февралем. В феврале был 158 миллиметров влагозапас. Сейчас 232 миллиметра. То есть на один квадратный метр площади 232 литра воды содержится. Это составляет 206 процентов от средней многолетней нормы. В администрации уже утвердили план мероприятия на период весеннего паводка и сделали расчет запасов материальных средств для предупреждения ликвидации ЧАЭС на гидротехнических сооружениях. Руководители предприятий должны согласовать планы своих действий в период паводка с управлением по делам ГОЭЧС. На заседании рассмотрели три варианта развития событий, если уровень воды поднимется на 1, 2 или 3 метра. Итак, при подъеме уровня воды на 1 метр, значит, жилье. Улица Речная, дом 2, 4, 6, 8. Улица Заводская, дом 3, 5. Проспект Заводской, 1, 4, 6, 8. Улица Южная, дом 1, 3, 5. Ну и так далее. В общем, количество домов 19. Значит, количество людей, которые могут попасть в зону затопления, до 50 человек. Кроме того, в зону затопления попадет низководный мост в районе пруда Борового и частично район Дюш-юниор. Если вода поднимется на 2 метра, то затопит гораздо большие территории. И ситуация с половодием может повторить сценарий 20-летней давности. Тогда дождевые и талые воды размыли плотины на протяжке. В апреле 2001 года в город поступило около 500 тысяч кубометров воды. В управлении по делам ГОИЧС, значит, в моем кабинете на тот момент находилось до 50 сантиметров воды. Также на заседании комиссии заслушали руководителей городских предприятий о подготовке к половодию. О проделанной работе отчитали с Горводоканал, Горавтотранс, Центр ЖКХ, ДЭП. На обслуживании у нас ливневых колоссов 1262 штуки. Очищены на данный момент 300 штук. То есть всего на сегодняшний момент четвертая часть, так? Да, четвертая часть. Мы этим занимаемся, работаем. На следующей неделе будут рассматривать вопрос о подготовке прудов и реки Сатис к понижению уровня воды, чтобы водоемы при активном таянии снега не вышли из берегов. Первая классная встреча РДШ прошла в Сарове. Активисты Российского движения школьников посетили художественную галерею, где их ждали ее заведующая искусствовед Ольга Ватулина и художник Константин Минков. Ребята узнали, что привело их в эти профессии, легко ли быть художником в современном мире и как раскрыть в себе талант к рисованию. В Саров включился федеральный проект Российского движения школьников классной встречи РДШ. Первая встреча, подготовленная активистами, прошла в выставочном зале городской художественной галереи. На вопросы представителей детских и пионерских организаций гимназии номер 2, школы номер 5, 7, 10, 11, 16 и 17 отвечали заведующие Ольга Ватулина и художник-реставратор Константин Минков. Это проект Российского движения школьников, где как раз-таки дети имеют возможность пообщаться с людьми известными. И это как одна из возможностей профориентации, где дети могут задать вопрос, как они пришли к этой должности, как они, их история успеха. Разговор получился необычный. В камерной обстановке Ольга Ватулина и Константин Минков рассказали о своем детстве, студенчестве, о работе в галерее и о том, как художники пережили пандемию. Речь шла и о том, как выжить творческим людям в современном мире. Наши классные встречи прошли сегодня достаточно, можно сказать, интерактивно, потому что ребята очень активно взаимодействовали как с ведущими, так и с гостями классной встречи. Вторая классная встреча РДШ пройдет в середине апреля. Ее героями станут основатели организации «Сияющие звезды». Планируют активисты и график последующих встреч. На самом деле интересно бы пообщаться было, например, с главой города или с человеком, который может рассказать о городе Сарове больше, о истории, может быть. По сути, все российские школьники состоят в РДШ и могут присоединиться к классным встречам. Узнать подробности можно у педагогов-организаторов своих школ или в группе РДШ «Саров» ВКонтакте. В регионе открылся ресурсный центр поддержки детей с расстройством аутического спектра. Он будет принимать детей непосредственно на своих площадках и координировать работу таких центров в районах. Всего в области живут 1100 детей с поставленным диагнозом «РАС». Чем раньше начать заниматься с ребенком, тем лучше удастся его социализировать. Как отметил губернатор Глеб Никитин, такие центры должны стать для родителей единым окном. Местом, куда можно обратиться в этот сложный момент и понять, что и как делать дальше. Понять, что они не одни. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России стартовал третий этап программы туристического кэшбэка. В нем представлено более 150 предложений для путешествий по Нижегородской области от местных туроператоров и отелей. Программа продлится до 15 июня. Отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться до 30 июня. Условия программы остались прежними. Поездка от трех дней двух ночей, возврат 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Обязательные условия программы – оплата картой МИР. Минимальный размер стоимости путешествий с кэшбэком не ограничен. Кэшбэк на карту будут начислять автоматически в течение пяти рабочих дней с момента оплаты поездки. Количество покупок по одной карте не ограничено. Напомним, первый этап программы туристического кэшбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй – с 15 октября по 5 декабря прошлого года. Гимназия номер 2 и школа номер 7 получили статус инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания. Учебные заведения удостоены этого статуса по итогам всероссийского конкурса, который проходил по трех направлениям. Научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации. Научно-методические основы дошкольного воспитания. Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде. Статус инновационных площадок получили 525 образовательных организаций. Обращение с твердыми коммунальными отходами, меры по повышению безопасности дорожного движения, оптимизация транспортно-пешеходной сети, запрет ночной езды на мотоциклах. Все эти вопросы поднимут депутаты на заседании комитета по городскому хозяйству в пятницу 19 марта. Среди приглашенных докладчиков – представители регионального оператора по вывозу мусора МСК НТ, специалисты ДГХ и начальник ГИБДД Сарова Александр Клисенков. Начало в 15 часов. Канал 16 на своем канале в Ютюбе будет вести прямую трансляцию заседания. Воспитанницы студии «Задоринки» два садистского творчества стали лауреатами международного конкурса «Короли танцпола». После длительного перерыва, вызванного пандемией, это первый серьезный успех подопечных Анны Козловской. В соревнования девушки привезли 8 наград и грант за лучшую технику исполнения. Подробнее о выступлении «Задоринок» расскажем в ближайших выпусках новостей. Трогательные, забавные, веселые и грустные рассказы современных писателей, отрывки из произведений русских прозаиков, прочитали наизусть участники муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика». На творческом состязании в Доме учителя побывала наша съемочная группа. Этот Герасим только прикидывался хорошим. То, да, сём, му, му, а сам раз и под поезд её. Рассказ Светланы Любенец, как мы с Лёхой обиделись на Герасима, забавная история о том, как два друга не подготовились к уроку литературы и насмешили весь класс. Это произведение блестяще прочитал наизусть Илья Ананьев на конкурсе «Живая классика». Я очень люблю разные живые рассказы, диалоги и разные очень интересные истории. Мальчик первый раз принимал участие в конкурсе. Вместе с педагогом готовился к нему несколько месяцев. Вместе с ним на сцену в тот день поднялись более 20 ребят из разных школ и учреждений дополнительного образования. Произведения, которые они прочитали, совершенно разные. Разные тональности и эмоционального окраса. Забавные, трогательные, грустные, весёлые. О жизни, друзьях, школьных происшествиях, приключениях. Полина Михалькова выбрала рассказ Владимира Железникова «Три ветки мимозы». В своих произведениях известный детский писатель рассказывал о жизни детей, о сложных жизненных ситуациях, в которые попадают герои, о том, как важно для людей взаимопонимание. Он получает главного героя тому, что надо думать своей головой, не иметь привычку брать кого-то, например. Трое лучших чтецов, имена которых на завод в ближайшее время будут представлять наш город в региональном этапе крупнейшего литературного проекта страны и могут выиграть путёвку в финал. Финальный этап вручения специальных призов победителям в 2021 году впервые пройдёт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Месяц побед в интернет-конкурсах. Воспитанницы отделения фортепиано детской школы искусств стали победителями межрегионального конкурса в Заречном и областного смотра конкурса в Арзамасе. Подробнее об успехах юных музыкантов расскажем в следующем репортаже. Анастасия Измайлова Анастасия Измайлова исполняет музыкальную композицию Фредерико Шопена «Фантазия экспромт». Говорит о себе девушка неохотно, за неё это делает игра. Преподаватели фортепианного отделения детской школы искусств подбирают для своих воспитанников произведения, схожие с их характерами. А потому в репертуаре Насти преобладают нежные и лиричные мотивы. Сейчас она изучает раннего Рахманинова. Его образы метели и сирени созвучны с настроением юной пианистки. Девочка очень серьёзная, к музыке относится ответственно, очень вдумчивая девочка, работоспособная. Поэтому за эти годы она очень сильно развелась и стала играть программы высокого уровня сложности. Для Ангелины Пламеновой подбирают совершенно другой репертуар. Она играет живые, динамичные, яркие произведения. Например, русская пляска Чайковского. Бойкий характер Ангелины отражается в первую очередь в её победах. За три года у неё собралось 68 сертификатов областных и всероссийских конкурсов. Десять из них европейского уровня. С каждым годом ученица оттачивает своё мастерство. Меня сюда привела бабушка, потому что мне советовала, что можно будет потом в дальнейшем кое-что сделать, выступить где-то. И у меня начало гамма не получались, что-то там сбивалось. У меня любимое произведение соната партии «Гайден», русская пляска Чайковского, инвенция «Фа-мажор». Для фортепианного отделения февраль принёс немало побед в интернет-конкурсах. В межрегиональном конкурсе юных пианистов в Заречном Настя Измайлова стала лауреатом третьей степени. А первое место пианистка заняла на четвёртом областном смотре в Арзамасском музыкальном колледже. Второе место здесь разделили Ангелина Пламенова и София Габелева. Что я знаю о пожарной безопасности? Центр внешкольной работы продолжает приём работ на городской ежегодный конкурс среди детей от 5 до 18 лет. В этом году конкурс проходит под девизом МЧС России «Предупреждение, спасение и помощь». Подробнее о том, как принять участие в творческом состязании, расскажем далее. В этом году на конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности?-2021» работу принимают по трём номинациям. В изобразительном и техническом творчестве участникам предстоит выполнить работы из различных материалов дерева, ткани, акварели и других. В номинации «Человек доброй воли» конкурсанту нужно написать литературное произведение. А в номинации «Лучший агитационный ролик» – снять фильм о причинах возникновения пожаров. При участии в этом конкурсе молодёжь хотела, чтобы их невидение, как они себе представляют безопасность пожарную. Чтобы дети, они уже с малых лет, уже через рисунки, через творчество, уже приучались, как правильно себя вести, и что нельзя баловаться с огнём, и как себя вести, если что-то произойдёт. Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности?» в Центре внешкольной работы проводится традиционно. В нём принимают участие все желающие в возрасте от 5 до 18 лет. Оценивать работы конкурса будет компетентное жюри. У нас комиссия очень такая грамотная, уже не первый год оценим. Мы знаем, какие рисунки, номинации, что было до этого, что сейчас в прошлых годах, какие участвовали, чтобы не было плагиата, поэтому мы в курсе. Приносить работы можно в клуб по месту жительства «Мечта» улица Московская, 40А, до 19 апреля. Победители отправятся на областной конкурс в Нижний Новгород. И если там работа вновь займёт призовое место, то конкурсанты отправятся в Москву. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok